Оказывается, жители нашей страны в последние месяцы стали намного чаще играть в свадьбы. Ну и как неожиданно выяснилось, на этой неделе очень скоро эту приятную статистику пополнят и они, олимпийские чемпионы по фигурному катанию, Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Разговоры о том, что Таня и Максим вроде как пара не только на льду, но и в обычной жизни ходили давно. Но сами спортсмены подтверждать или опровергать эти слухи совсем не спешили. И даже когда во вторник в прессу неожиданно просочилась новость об их помолвке, единственным комментарием стало вот это скупое. Спасибо за поздравления, мы действительно помолвлены, каких-то других подробностей рассказать не могу. Это слишком личное, написал Максим. Ну, личное так личное, и мы точно не стали сплетничать и обсуждать детали чужой жизни. Но неожиданно Татьяна Волосожар и Максим Траньков сами решили рассказать свою совершенно невероятную историю любви откровенной только для зрителей Центрального телевидения. Смотрите. Швейцарская деревушка Давос, где раз в год кипят страсти Всемирного экономического форума, сегодня в День всех влюбленных принимает наших олимпийских чемпионов. Ранним утром романтическая прогулка в горы. Поздним вечером променад по старинным улочкам Давоса. Ну и как тут не спросить про лед и пламень в их отношениях? Мы вне льда вообще не ссоримся, то есть мы на льду можем поспорить, там еще что-то, а вне льда очень редко. Ну, если даже какой-то спор возникает, он очень такой... Татьяна. ...коротковременный. Это абсолютно право. И вот уютный альпийский ресторан. Ну, когда еще увидишь наших прославленных фигуристов в такой неформальной обстановке? И да, им есть что отметить, ведь скоро свадьба. Предложение оказалось сюрпризом в тот момент, потому что я вся растворилась в этой атмосфере. Для решающего предложения Максим выбрал индонезийский остров Бали. Мы челкнулись бокалами шампанского, и решением было прыгнуть в бассейн. Как бы мы нырнули вот все вместе, и там неожиданно Максим ко мне подплыл, сказал несколько, ну, как бы, трогательных слов, и, ну, после чего последовал мой ответ. О том, что Татьяна ответила Максиму «да», поначалу знали только самые близкие им люди. Я так рада, что он это сделал. Я рада за Танюшу, потому что они большие молодцы. Ну, а с журналистами на тему личной жизни волосожары Траньков и вовсе никогда не общались. Я вообще к личному просто очень трепетно, наверное, отношусь, и не люблю раскрывать слишком наши чувства и эмоции. И только для зрителей центрального телевидения они впервые делают исключение. Стали как семья себя позиционировать где-то. Уже стали говорить... Таня стала говорить «наше», а не «моё, твоё». Но этого теперь уже не скроешь. Разве можно не заметить кольцо на её безымянном пальце? Я не знал, какой размер нужен, то есть, ну, готовился. Может, он начал готовиться ещё в 2003-м, их первая встреча на льду. От того дня до этого вечера 12 лет. Вот и верь после этого в любовь с первого взгляда. Смотря, чем мерить. То есть у нас не было там какого-то конфет, букетного, конфетного периода. Спортивной парой они стали в 2010-м. И мало кто знает, что тогда Максим Траньков всерьёз подумывал завязать с фигурным катанием. Как говорится, да, поставить крест на своей карьере и там двигаться дальше. Двигаться дальше помогла Татьяна. Год за годом они покоряли чемпионаты мира и Европы. И в конечном итоге пришли к своей главной победе. Но вот что удивительно, Максим о своих чувствах к Татьяне до Сочинской Олимпиады не рассказывал даже своему лучшему другу. Вы задавали другу вопрос. Конечно. Любовь, не любовь? Нет, конечно, я спрашивал и всегда, как бы, в основном, я говорю, уходили от ответа. Два-четыре часа в сутки, когда ты находишься с человеком, то, в принципе, иногда это само собой получается. Никто никого не добивался, скажем так, у нас всё как-то само получилось. Остаётся главный вопрос, что дальше, большой спорт или маленькие дети? Ну, у нас сейчас Олимпиада 2018 должна выйти, скажем так, в голове. А там сразу же, прямо после Олимпиады, готовы детей делать. Детские комнаты уже планируются в будущем. И, наверное, для преданных поклонников Макса и Тани это и будет главная новость. До Олимпийских игр в Южной Корее ещё целых три года, что неминуемо предвещает настоящее испытание чувств, как на льду, так и в жизни. В общем, о спорт. Ты мир да любовь. Андрей Суханов, Александр Попова и я, Александр Карлов. Центральная телевидение. Ну что, поздравляем, действительно красивая пара. Парат.